Анна Розе, корреспондент Радио Свобода в Германии, присоединяется к нашему эфиру и эту тему как раз с ней будем обсуждать. Добрый день, Анна. Добрый день, Антон же. Не кажется ли вам, что заявление Олафа Шольца в некоторой степени перекликается и с заявлениями Владимира Зеленского о необходимости так или иначе способом принуждения или другими какими-то привлекать Россию к участию во втором саммите мира? Сейчас много появилось миротворцев, в кавычках, мирных планов, китайско-бразильско и так далее. Что, по-вашему, означает инициатива и слова Олафа Шольца? Как мы знаем, Владимир Зеленский был в Германии на прошлой неделе, в Рамштане, и там проходило, конечно, совещание лидеров двух стран Германии и Украины. О чем они говорили точно, мы не знаем. Видимо, протоколов этой встречи не было опубликовано, и все это держится, естественно, в секрете. Но после этой встречи было летнее интервью Олафа Шольца телеканалу «ЦДФ», и он выразился, как всегда, туманно, но мы теперь знаем, как его трактовать. Он выразился именно в том направлении, как вы сказали, видимо, передавая косвенно и содержание разговоров с Владимиром Зеленским, а именно он сказал, что мирные переговоры могут быть возможны только при участии Путина. То есть вот это то, что можно компренированно вычленить как смысл его высказывания. Видимо, те переговоры, которые сейчас проходили в Швейцарии, были недовлетворительными. Естественно, одной из сторон, одним из переговорщиков должна быть Россия. Это неукоснительное требование, и без России никакие переговоры, естественно, невозможны. Ранее Шольц говорил, что войну начал Путин и может закончить только Путин, только Россия, только Путин могут принять решение о том, чтобы отвезти войска с украинской территории и начать переговоры о мире, либо просто закончить войну. Это естественное условие Путин отвергает, как мы все знаем. Он не хочет участвовать в переговорах, он надеется на то, что он завоюет либо те области Украины, которые позволяют его аппетит, либо дойдет до Кивы. Я не знаю, что у него в голове, но на самом деле у Путина нет желания заканчивать войну. И как потом сложится ситуация, зависит от, естественно, и военного развития, и, может быть, каких-то усилий западных политиков. Но пока что мы видим, что да, у Зеленского, видимо, есть желание проводить переговоры, но у России нет. И без участия Путина, без участия российских переговорщиков российской стороны никакого мира и никаких серьезных переговоров не будет. Я, Анна, еще приведу одну цитату по этому поводу. Канцлер Германии без колебаний проведет телефонный разговор с российским диктатором Путиным, если сочтет момент подходящего. Об этом заявил спикер федерального правительства ФРГ Штефен Хебештрайт. По его словам, Олаф Шольц выступил за ускорение мирных усилий по завершению войны в Украине, но правительство Германии пока не видит причин для оптимизма. Далее цитата и продолжим. Последние заявления Кремля о войне не создали впечатление, что он готов вступить в конструктивные мирные переговоры. Но Шольц не побоялся бы поговорить по телефону с Путиным, если бы считал это время подходящим. Немецкое правительство не может назвать дату следующей мирной конференции, о которой говорил Шольц. Но сейчас во всем мире такая ситуация, при которой везде есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно быстрее. Штефен Хебештрайт, спикер федерального правительства Германии. Вы совершенно справедливо отметили, что именно ситуация на поле боя может стать одним из решающих факторов для того, чтобы принудить Россию к этим переговорам. То, что под Покровском, главным, так сказать, направлением наступления российской армии, оккупанты были остановлены. То, что сейчас происходит в Курской области, дает некие уже основания для такого осторожного оптимизма по поводу ситуации на поле боя. Нам бы еще далеко дальнобойные возможности от наших союзников получить. Вот тогда бы картина более-менее вырисовалась. Но не только ситуация на поле боя, дипломатическим путем. Как вы считаете, как может выглядеть принуждение России к переговорам, если сюда дополнить еще фактор Китая, фактор стран глобального юга? И вот на самом деле говорят о том, что второй саммит мира должен пройти в одной из стран глобального юга. Как вот этот компонент, вот расшифруйте в вашем понимании, почему так важно именно привлекать глобальный юг? Я просто начну с того фрагмента, который вы сейчас показали. Штефан Хиббештрайт – это спикер правительства, это официальный представитель правительства ФРГ и официальный представитель Олаха Шольца. Это просто какой-то очередной официоз, который он сказал на еженедельной пресс-конференции, это брифинг с журналистами Германии и иностранными журналистами в Берлине. Естественно, он ничего этим не сказал. То есть он повторил очередные фразы, которые мы слышим уже на протяжении всех двух лет. И принудить Россию, если говорить о принуждении, вести переговоры невозможно. В этом единодушны все немецкие политики. И единственное, что принудит Путина к переговорам – это поражение на поле боя. К сожалению, немецкие эксперты, которых я читаю и которых я слушаю в Германии, не разделяют оптимизма насчет того, что ситуация на фронте положительна для Украины. Ситуация очень сложная. И несмотря на какие-то небольшие успехи, как говорят именно военные эксперты немецкие и австрийские, ситуация довольно-таки невыгодна сейчас для Украины. Россия медленно, но постоянно продвигается вперед. И говорят, что именно это нападение на Курскую область, как бы шаг отчаяния и попытка, может быть, захватить часть территории России для того, чтобы она стала предметом будущих переговоров. Пока что эксперты и политики в отчаянии, в нерешительности. И понятно, что если говорить о принуждении, то нужны реальные успехи, реальное продвижение украинской армии на фронте. Поэтому была встреча в Рамштайне. Поэтому Запад срочно решил предоставлять все возможные резервы, которые уже есть и которые будут. Тут, естественно, все ожидают выборов в США, что немаловажно для того, в каком формате будут переговоры, можно ли о них говорить, как себя поведет Путин, какая ситуация будет на фронте. Единственное, что я внимаю со всех сторон, это больше оружия Украине, больше оружия Украине, чтобы создать именно ту ситуацию, когда Украина была в выгодной позиции по отношению к России для ведения переговоров. Пока Путин может как-то хвастаться своими некими успехами на фронте, никаких переговоров не будет. В этом все единодушны. И принудить Россию к переговорам в этой ситуации не получится. Все остальное можно будет говорить только тогда, когда Украине дадут больше оружия, когда дадут эффективное оружие, и когда Россия будет терпеть поражение на фронте, и когда Россия будет истощена, и когда Путин придет к выводу, что не имеет смысла дальше продолжать войну. Да, Анна, я думаю, что просто у немецких и австрийских аналитиков нет еще и веры в победу, и той мотивации, которая есть у украинцев. Вот если бы вы были в Украине, вы бы это прекрасно почувствовали. В любом случае, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Всегда вас рады видеть на Freedom. Анна Роза, корреспондент Радио Свобода в Германии, была на связи с нашей студией. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.